В качестве первого слайда я взял фотографию, это недавняя фотография, вулкан Этна, проснулся и начал пускать кольца дыма. Они хорошо иллюстрируют те два понятия, о которых я собираюсь сегодня говорить. Это симметрия и топология. Но что касается симметрии, то, наверное, каждый углядит, что захочет в этой картинке симметрично, хотя бы то, что кольца повторяются, идут друг за другом на одинаковой дистанции. Что касается топологии, я позже для тех, для кого это слово совсем новое, попробую рассказать, что это такое. В контексте этой картинки это то, что не дает этим кольцам быстро распасться. Следующая картинка. С нее невозможно не начать любую лекцию, в названии которой слово симметрия присутствует. Давайте немножко на этом остановимся. Все знают, что это Леонардо да Винчи, витрувианский человек. Витрувий – это античный зодчий и математик. И вот у него есть некое утверждение, что идеальное человеческое тело должно удовлетворять большому количеству математических соотношений, то есть длина пальца определенным образом относится к длине руки, к длине ладони и так далее. И вот в соответствии с этими постулатами Витрувия, на этой картинке нарисован человек. Когда первый раз эта картинка была представлена в широкой публике, это было в 1811 году, владелец ее напечатал репродукцию в трактате под названием «Симметрия у Леонардо да Винчи». То есть слово «симметрия» прямо вот с момента появления с этой картинкой ассоциируется. И интересно, конечно, происхождение слова «симметрия». Это два склеенных греческих корня. Первый корень – это сим, а второй корень – это метр, та самая, которая в названии «единица длины метр». Это измерение, значит, совместное измерение, общая мера для чего-то. Мы на самом деле слышим в этом слове больше, чем сейчас в нем подразумеваем. Это общая мера для разных вещей. Вот тут общая мера для человека в целом, моего пальца. Смотрите, это то, чем занимается вообще наука и физика в частности. Мы пытаемся найти какие-то общие законы природы, описывающие там все от атома до звезды. Значит, найти общую меру. Это представление слова «симметрия» возвышенно и хорошо бы его иметь в виду. Сейчас мы имеем в виду другое. То, что написано снизу, это некая неизменность, не очень часто, но не обязательно геометрическая, проявляемая при каких-либо преобразованиях. Почему симметрия вообще интересна? Дело в том, что симметричен наш мир, симметрична наша Вселенная. Законы, которые определяют устройства нашего мира, не меняются, если мы сдвигаем измеряющий прибор на пару метров, не сдвигают, если мы переносим его из Москвы в Антарктиду, на Марс, на Альфа-Центавров, в соседнюю галактику. Мы свято верим, что в этом смысле наш мир симметричен. То же самое касается времени. Мы верим, что во времена Ветровия, во времена динозавров, во времена сразу после Большого взрыва, законы, описывающие наш мир, не менялись. Или мы можем понять, как они менялись, если говорить непосредственно про окрестность Большого взрыва. Вот такая симметрия по течению времени. Наверное, самый яркий пример использования вот такой базовой симметрии Вселенной, симметрии пространства-времени, это теория относительности Эйнштейна. Я для простоты буду говорить про специальную теорию относительности, хотя общая теория относительности тоже похожим образом сделана. Специальная теория относительности вся построена на постулате о неизменности всех физических явлений в так называемых инерциальных системах отсчета, то есть, по-простому говоря, в системах отсчета, которые движутся друг относительно друга с произвольной скоростью и находящихся в произвольной точке пространства, на которые не действуют никакие внешние силы. Значит, вот гений Эйнштейна и тех, кто одновременно с Эйнштейном работал, состоит в том, что эту простую и, казалось бы, совершенно такую философскую, не физическую, не математическую концепцию удалось отразить в уравнениях, то есть потребовать от уравнений, чтобы они оказались неизменны при переходе от одной системы отсчета к другой. И, таким образом, Эйнштейн, значит, сформулировал свою знаменитую теорию относительности, то есть он увидел все знаменитые выводы о том, что время течет по-разному в разных системах отсчета, о том, что там длина меняется, о том, что есть связь масса энергии, наконец, Е равно МС квадрат. Все это было выведено Эйнштейном из симметрии нашей Вселенной относительно смены системы отсчетов, в которой находится экспериментатор. Таким образом, понятие симметрии оказывается важным не только для того, чтобы насладиться нашей Вселенной, но и для того, чтобы количественно на уровне формул ее описать. Самое важное, что есть в формулах с точки зрения симметрии, это, конечно, законы сохранения. Оказывается, что постоянство свойств нашей Вселенной относительно тех или иных преобразований непосредственно связано с существованием законов сохранения и подобных вот таких вот самых базисных постулатов. Неизменность свойств нашего мира, симметричность относительно того, как течет время, означает с необходимостью выполнения закона сохранения энергии. То есть вечный двигатель, вечный двигатель первого рода нельзя создать не потому, что это какая-то отдельная придумка, не потому, что существует какой-то такой вот непонятно откуда взявшееся утверждение, что это нельзя сделать. Это нельзя сделать потому, что наше время однородно, что следующая секунда с точки зрения физики не отличается от предыдущей. На микро, на микро уровне разницы между направлением в прошлое и в будущее нет, поэтому в элементарных ядерных процессах обращение во времени не должно тоже ничего менять или должно менять там понятным образом. Из этого следует закон сохранения четности, который нужен физикам-ядерщикам. Я не буду сейчас рассказывать, что это такое. Трансляция пространства – это однородность пространства, закон сохранения импульса. Если мы маленьким телом кинем, попадем в большое, то большое мы не сильно сдвинем, потому что импульс пропорционален массе. Если мы песчинкой попадем в пушечное ядро, то пушечное ядро это не заметит. Если одним пушечным ядром в другой той же массе, то оно улетит, унося первоначальный импульс. Моменты импульса во вращающихся системах координат и так далее. Вот загадочная последняя строчка про калибровочную инвариантность. Это уже чисто квантовое понятие. Одно уравнение я все-таки написал. Фундаментальное, самое базовое уравнение квантовой теории уравнения движения операторов, которое в 927 году сформулировал Гайзенберг. В левой части написано мнимо единицу умножить на постоянную планку, это неважный нам множитель, умножить на производную оператора А. А – это некий любой оператор, соответствующий физической величине, которая нас интересует. Значит, производная обозначается точкой над буквой. Значит, крышечка – это символ того, что мы имеем дело с оператором. А вот точка – это скорость изменения во времени чего-либо. А с правой части написана несколько необычная конструкция А умножить на Аж минус Аж умножить на А. Значит, это конструкция, называемая коммутатором. И с точки зрения такой школьной математики над обычными числами, она лишена смысла. А на Б равно Б умножить на А. Это учат во втором классе. И для обычных чисел это, конечно, правильно. То есть кажется, что ноль у меня написан в правой части. Так вот, операторы, величины, с которыми оперируют уравнения квантовой механики, устроены по-другому. Ничего в этом удивительного нет, потому что для разных величин коммутационные свойства разные. Что такое отсутствие коммутации? Когда сначала одно, потом другое, не то же самое, чем сначала другое, потом первое. Если я телефон переложу из одного кармана в другой и перемещусь на другую сторону зала, то результат такой же, как если бы я сначала переместился, потом переложил телефон в другой карман, значит, операторы пойти из конца в конец зала и переложить телефон из кармана в карман, коммутируют. Результат действия этих двух операторов не зависит от последовательности, в которых я их применил. А если я выложу телефон из кармана и пойду в другой конец зала, это совершенно не то же самое, что я пошел в другой конец зала и выложил телефон из кармана здесь. Да, результаты разные. Загадочные вещи, которые называются операторы, они, в отличие от обычных чисел, друг с другом не коммутируют. Величина А таким образом изменяется в соответствии с написанным законом. А вот если все-таки коммутируют, то величина А не меняется, и мы имеем дело с, как говорят физики, интегралом движения, а, как говорят обычные люди, с чем-то неизменным, значит, например, энергия, например, импульс, это то, что коммутирует с оператором Гамильтона, который обозначен здесь буквой H и который описывает систему, это то, что остается неизменным. То есть в квантовой теории как раз в каком-то смысле вот эта симметрия, вот эта неизменность, она очень просто видна на уровне уравнений. Правила сделаны для того, чтобы их нарушать. Наша Вселенная исходно обладает максимально высокой симметрией, но мы все существуем, и наш мир интересен потому, что эта симметрия, как говорят, спонтанно нарушается. Значит, фундаментальный механизм спонтанного нарушения симметрии связан с неустойчивостью симметричного положения. Давайте посмотрим вот это стандартное описание. Шарик, левая верхняя картинка, шарик на дне некой ямки, ямка симметричная, право не отличается от лево, шарик лежит в середине, в самой симметричной точке, не нарушая симметрию. После этого мы начинаем изгибать нашу ямку, деформировать, оставляя ее по-прежнему симметричной, право и лево одинаковые. В какой-то критический момент шарик окажется не в середине. В какую сторону скатится, я не знаю. Это дело случая. Может быть, направо, может быть, налево. По-прежнему система, в которой шарик находится, она полностью симметрична, но шарик перекатился в одну из сторон, стали несимметричным. Тут право и лево отличаются. Значит, то же самое происходит в нашей Вселенной. Есть симметрия вращательная, и шарик скатывается куда-то с вершины вот этого холмика на одну из сторон. Это совершенно универсальная картинка. Она есть и в физике высоких энергий, стандартная модель, описывающая элементарные частицы, из которых сделан наш мир. Это есть и в, например, справа нарисован кристалл. Исходно кристалл обладает высокой симметрией, но потом, значит, это пировские-то такие кристаллы называются, такого типа решетка. Но потом, когда температура, например, понижается, то спонтанным образом симметрия нарушается, и получается кристаллическая структура, которая нарисована внизу. Тоже определенной симметрией эта фаза обладает, но, конечно, гораздо меньше, чем то, что сверху. Значит, вот это базовый механизм нарушения симметрии в нашем мире, который, я повторюсь, очень важен, потому что если бы Вселенная наша обладала бы той симметрией, с которой она была создана, она была бы совершенно неинтересна, она была бы везде одинаковой. Тут я для красоты нарисовал разные кристаллические формы углерода. Атом углерода вполне симметричен, он сферическая симметрия, а то, как атомы углерода выстраиваются сами по себе, вопрос внешних условий получается по-разному, очень красиво, но красивее всего, конечно, справа, когда бриллиант. Но удивительно, что разные-разные свойства, что материя, то, из чего мы сделаны, возникла в результате спонтанного нарушения симметрийных свойств нашего мира. Вот это удивительная вещь. Вот это совершенно удивительная вещь. Квазикристаллы, за них тоже дали Нобелевскую премию по химии несколько лет назад, а открыли их в 80-х годах, в начале 80-х. Никто не мог сначала поверить, давайте я чуть-чуть углублюсь, как исследуют кристаллы вообще. Значит, самое простое исследование это рассеяние рентгеновских лучей на кристаллической решетке. Рентгеновские лучи – это электромагнитные волны, такие же, как свет, но гораздо более коротковолновые. У них, если у света длина волны, она примерно в тысячу раз больше, чем расстояние между атомами в кристалле, то у рентгеновских лучей она сравнима с расстоянием между атомами, и поэтому свет, если отражается от кристалла, он именно атомную структуру никак не чувствует, то рентгеновские лучи чувствуют отлично. И симметрия отраженного сигнала, то, как устроены пики, вот яркие пики в рентгеновском отражении напрямую отражает симметрию кристаллической решетки, то, как атомы упорядочены в кристаллической решетке. Как атомы упорядочены в кристаллической решетке в каждом конкретном случае – это вопрос, но все возможные типы упорядочения известны сто лет, их просто перебрали. И они содержат конечное количество различных вариантов. Важно, что оси симметрии, которые там могут встречаться, их можно легко перечесть по пальцам. Это ось первого порядка, совсем тривиально взяли, провернули на 360 градусов, что-нибудь изменялось. Ось второго порядка, на 180 градусов повернули. Третьего порядка, треугольника, четвертого и шестого. Больше не бывает. И вот синтезировали химики некое вещество, сделали рентгенографию, получили то, что в левом нижнем углу. Значит, если внимательно посмотреть, то тут 10 лучей исходят из центра, то ли пятый, то ли десятый порядок симметрии. Как такое может быть? Невозможно нарисовать периодическую кристаллическую решетку, ни трехмерную, ни двумерную, которая показывала бы ось симметрии пятого порядка. Ну, глупость какая-то. Значит, разгадка следующая. Это кристаллы, у которых нет привычной нам периодической симметрии, то есть передвижением, как бы сдвижкой кристалла на определенное расстояние, он сам себя не переводится, но закономерность, тем не менее, есть. Вот справа нарисован квазикристалл, совершенно реальный, который на электронной микроскопе, наблюдают наверху слева нарисован рисунок, сделанный из четырехугольников с углом 72 градуса в вершине. Значит, 72 – это 360 разделить на 5. Вот 72 и 36 – острый угол у синеньких. В многоугольниках видно, что какая-то картинка, в которой есть закономерности, но периодичности такой вот простой, как в кристаллах нет. Вот природа делает так. Значит, я сейчас еще одну удивительную вещь скажу. Вот если взять кристалл, обычный кристалл, кубический, и срезать под неправильным углом, то есть не параллельно кристаллическим плоскостям, а потом под каким-то странным углом, то мы увидим на поверхности апериодическую, но имеющую какую-то внутреннюю закономерность структуру атомов. Попробуйте себе представить, как под неправильным углом срезали обычный кристалл. Я не стал рисовать. Так вот, квазикристалл выглядит так, как будто мы взяли четырехмерную решетку и срезали под неправильным углом. Значит, одно измерение убрали. Значит, это только не говорите потом никому, что Рубцов тут сказал, что, так сказать, наш мир — это проекция четырехмерного. Нет, Рубцов этого не сказал. Но если бы наш мир был бы проекцией четырехмерного, у которого мы не видели одно измерение, то вот эта картинка выглядела бы логична. Значит, еще одна Нобелевская премия — бозон Хиггса. Что такое бозон Хиггса? Шарик скатился с верхушки вот этой поверхности. Кстати, в физике ее принято называть мексиканской шляпой. Похож по форме, да? И попал вниз в желоб. Как он может двигаться в этом желобе? Он может двигаться либо вдоль желоба. Это ничего не стоит. Там энергия, все эти точки равноправные. Он, значит, свободно перекатывается там. Либо, значит, поперек желоба. Это требует приложения усилий. Ему хоть ближе к центру, хоть дальше от центра надо выше оказаться. Вот оказывается, что в физике высоких энергий эти движения вдоль и поперек желоба эффективного желоба, конечно, никакой там шляпы нет, но уравнения такие же, как эта шляпа описывает. Так вот, эти движения вдоль и поперек желоба соответствуют неким элементарным частицам. И движения вдоль желоба были давно известны. Это так называемые Z и W обозоны, отвечающие за один из типов фундаментального взаимодействия. Элементарные частицы, соответствующие движению поперек желоба, вот зеленая стрелочка, значит, было предсказано, что этому отвечает некая частица, вот Хиггсом как раз, ее не видели. Ну и за равнение следовало, что она должна быть, и вот когда ее удалось зарегистрировать, ЦРН, примерно 10 лет назад, это был большой, большой успех. Наше окружающее нас пространство, оно тоже симметричное, одна из симметрий, это сдвиговая симметрия, вот кусок воздуха, если я возьму, кусок воздуха плохо сказано, воздух заключенный в некотором объеме, и перемещу с этой симметрии, с сдвиговой симметрией воздуха, связано существование звуковых волн, благодаря которым я сейчас с вами общаюсь. Звуковые волны, мы все знаем, что это колебания воздуха, низкочастотные, характерные частоты, используемые при нашей коммуникации, это сотни герц, а все характерные масштабы частоты, которые есть в микроскопическом описании газа, они довольно большие на этом масштабе. Частота, с которыми молекулы там сталкиваются друг с другом, в газе это, я не знаю сколько, но, наверное, там в миллиард раз больше, чем период колебаний звука. Откуда же, откуда же в задаче с такими сравнительно большими характерными внутренними частотами есть вот эта вот низкочастотная ветвь. Она связана с тем, что, оказывается, она связана в конечном итоге с тем, что есть двиговая симметрия среды, в которой распространяется звук. Последнее про свойства симметрии нашего мира. Частицы, античастицы, тоже все знают, что это такое. У многих частиц есть собрат, отличающийся по знаку заряда, значит, у электрона позитрон. Значит, менее известно, откуда они взялись. Дерак пытался написать квантово-механические уравнения, написывающие релятивистские частицы, то есть удовлетворяющие Эйнштейновскому принципу равноправия всех инерциальных систем. И он не смог написать уравнения, в котором появляется только одна частица электрон, у него неизбежным образом возникал симметричный собрат, имеющий другой заряд. Это тоже глубинное следствие симметрии нашего мира, релятивистской симметрии нашего мира. Кстати говоря, нарушена симметрия в нашей Вселенной между частицами и античастицами. Вещества гораздо больше, чем антивещества. Антивещества почти нет. Значит, почему никто не знает? Перейдем ко второй половине лекции. Топология. Что роднит топологии симметрия? И то, и другое это про объекты нашего мира в целом. То есть симметрия вот меня это не свойство моей кожи там в каком-то одном месте, а вот есть у меня ось симметрии там примерное мое тело в целом. Значит, то же самое топология это устройство поверхностей в целом. Значит, самый известный, по-видимому, объект с нетривиальной топологией это ленты мебиуса, лист, у которого есть только одна сторона, а если двигаться по ленте мебиуса, то придешь в ту же точку у нас противоположной стороны. Значит, ну, то же самое лестница мебиуса, таким же образом странно сделанная поверхность ориентированная. Что такое топологический объект? И вот вихрь, водоворот. Мы его часто наблюдаем, конечно, в жизни. Легко образуется пример в ванне, когда мы пробку вынимаем. В каждой точке вокруг вихря вода куда-то течет, она течет по кругу. То есть, если нарисовать как скорости ориентированной воды, то я должен нарисовать вот такие стрелочки, они все движутся в одном направлении. И вот это направление, это и есть топологическая характеристика движения воды. Она движется вправо, а не влево. На любом контуре движение воды будет в одну сторону, вправо либо влево. Но, однако, вот в самой точке, математически это одна единственная точка, физически понятно, что какая-то воронка. Значит, в самой точке невозможно, конечно, указать, куда вращается вода. То есть, есть обязательно одна точка, которую математику назовут сингулярности, в которой что-то происходит. И вот все топологические дефекты, они устроены таким же образом. Картинка справа внизу могла бы обозначать что угодно. Конкретно эта картинка обозначает так называемую кротовую нору, которая по предположениям некоторых космологов есть в черной дыре, которая вращается. Ну, то ли есть кротовые норы, то ли нет, это пока неизвестно, скорее нет, судя по наблюдаемой части Вселенной, но тем не менее красиво. Но на самом деле получить искривленное закрученное пространство можно и в условиях школьной лаборатории. Значит, что такое искривленное пространство? у нас частица движется, вот я иду сюда, если пространство было искривлено, я бы начал дрейфовать направо, например. Вспоминаем школьную физику, именно так ведут себя электроны в магнитном поле. Сила Лоренса, мы тянем электрон или просто электрон летит, любая заряженная частица летит в определенном направлении в магнитном поле и начинает забирать вправо, потому что об этом его попросил Лоренц. Эффект Холла простейшее проявление силы Лоренца и демонстрация того, что ток в твердых телах переносится заряженными частицами. металлами идет ток через кусок металла и к этому металлу мы прикладываем магнитное поле, то электроны действительно сбиваются с дороги и возникает напряжение в направлении перпендикулярном току. То, с каким знаком это напряжение возникает, позволяет судить о том, какого знака заряда переносит ток. Сделать то же самое в существенно квантовом режиме, это, к сожалению, в школьной лаборатории не получится, надо взять хорошо приготовленный образец и остудить его до температуры жидкого гелия. появляются вот в этом Холовском сопротивлении, в напряжении, которое мы видим в перпендикулярном направлении, появляются вот такие ступеньки. Вы знаете, в квантовой теории часто величины изменяются порциями. Вот тут тоже порциями изменяется Холовское сопротивление. Очень интересно, что эти порции очень четко отмерены. Шесть знаков после запятой удается проверить для величины вот этих скачков. Их природа совершенно жестко определила. Опять что-то в этом есть топологическое, потому что топология это часто подсчет штук. Сколько раз мы перевернули края ленты, чтобы получилась лента Мёбиуса. Значит, один раз лист Мёбиуса, два раза уже другая топология. Значит, штуки. Тут тоже штуки, нет времени и сил рассказывать почему, но поверьте мне, связь близкая. Значит, можно без магнитного поля, можно, как выясняется, чтобы вот искривленность вот в этом смысле пространства обеспечивалась не приложение внешних полей, а самой кристаллической решеткой. Такие материалы были найдены пару десятков лет назад, называются топологические изоляторы. Значит, наверху кристаллической структуры одного из них, ртуть-телур. Если взять топологический изолятор и поместить его, кусок топологического изолятора внутрь изолятора обычного, что-то должно произойти на границе, оказывается, что на границе обязательно существуют проводящие состояния, и эти проводящие состояния исключительно устойчивы, как говорят, защищены разные топологии по разные стороны вот этой границы. Значит, по поводу этой их устойчивости пытаются ученые получить разнообразный практический выход, ну вот вплоть до того, что кубиты для квантового компьютера в Калифорнии делают в институте, созданном Microsoft, QStation называется институт, но, судя по всему, ничего у них не получается, тем не менее интересно. Хорошо, еще одна Нобелевская премия, на этом уже закончим. Недавно дали Кастерлицу и Таулюсу, за работы, которые начались в России, начал их Березинский, а рассматривал он их, значит, делал он их, рассматривая вихри Абрикосова, которому тоже дали Нобелевскую премию за эти вихри. Значит, вихри Абрикосова это специальные вихри, возникающие в пленках сверхпроводящих материалов. сверхпроводники характеризуются тем, что там в каждой точке есть стрелочка, двухкомпонентный вектор, куда-то направленная. Давайте посмотрим на красное, на окрестность красной точки на правой картинке. Значит, эти стрелочки могут образовывать такие вращательные движения. в середине, как мы помним, сингулярность, в середине непонятно, куда вращение идет. В сверхпроводниках такие вращающиеся структуры означают, что в середине, в красной области, есть магнитное поле, словно говоря, одна силовая линия магнитного поля проходит через сверхпроводник. Значит, вот Абрикосов предсказал существование таких вихрей. Слева экспериментально наблюдаемая картинка расположения этих вихрей. Видно, что они как-то нерегулярно там есть. Значит, Березинский, а за ним Кастролиц и Таулис показали, что эти вихри тоже могут образовывать интересные структуры, формировать пары вихрь-антивихрь. Значит, мы помним, что вихрь этот апологический дефект, и Нобелевская премия Кастролицу и Таулиса была дана как раз за исследование топологических явлений в твердом теле. топологический диэлектрик, топологический изолятор ничего хорошего мне нейросеть не рисовала, а вот топологический проводник получился, по-моему, хороший. Все, спасибо большое. те! До встречи! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok